так коллеги 9 глава она фактически завершает тему нетрадиционных исследований в книге вот 10 глава уже связано с традиционными такими научными вообще исследования в области продления жизни вот и как я говорил 9 главу нужно обязательно понимать о совокупности с 8 главой поскольку они представляют две стороны но одного явления но если что к этой теме бывает не так просто прийти вот и я пытаюсь сейчас объяснить почему и так как мы говорили в но к началу бумага это 21 века у нас появилось как бы четыре компонента которые составляют суть ну вот этих разных нетрадиционных явлений вот это первая некая форма излучения она вроде бы имеет электромагнитная фин какую-то сходную с электромагнита феноменологию вот но на самом деле мы не совсем понимаем что это такое то есть огромное количество гипотез была высказана на эту тему вот мы предполагаем что это просто некая удобная абстракция это первыми второй момент мы знаем что вот это излучение она взаимодействует с материей вот и создается создает то что мы называем эффектом последействия это вот некий такой эффект фантома он хорошо довольно проявляется и высказана была как бы гипотеза о том что это ну некая структура но опять если вот допустим но с точки зрения спиновой поляризации вещества то есть изменение спинного поляризации это не создание структуры это просто изменения свойств вещества но вот феноменология она осталась то есть как бы излучение структура и вот это создает такую удобную абстракцию в рамках которой скажем можно интерпретировать то или иное явление мы также знаем от начала 21 века что из предыдущих вот эпох то что мы назвали жизненной энергией животным магнетизмом значит но различна там умею парацельса вот они к нам уже пришли с точки зрения специфичного и не специфичного воздействия вот то что мы называем неконтропии и информации но опять если допустим принять то что вот они связаны с сознанием то есть была масса экспериментов когда операторы взаимодействовали вот и но с точки зрения негонтропии с точки зрения информации вот то природа вот их физическая природа этих явлений осталось не очень честно ополнят и поэтому это вот то что у нас на начало 21 века и здесь еще возник еще третий компонент тут но его нужно объяснить мы когда с коллегами обсуждали вот какая бывает аналогия поможет понять этот момент и возник снова как бы такая но пример с компьютером знаю в компьютере у нас есть уровень там ну полупроводников там супер сложная тема значит дизайн вот архитектура вот допустим там чипов тех самых там но процессорных микроконтроллеров там дальше уже уровень печатных плат и уровень самой системы вот каждый из этих уровней и вообще областей он очень специфично он требует экспертизы очень глубокой и вот когда люди находятся на окну каждая из этих областей они как правило не совсем понимает зачем ну скажем здесь нужен тот или иной компонент и вот для того чтобы оптимизировать всю систему для того чтобы понять ее смысл вот нам нужно уйти в область нематериального и вот нематериально здесь это ну что это это уровень операционной системы это уровень программ и вот но уже сейчас в двадцать первом веке это уже уровень интернета то есть уровень сетей вот этих компьютеров то есть это вот сетевой интеллект некая скажем искусственный интеллект такой сетевого характера это то что мы называем словом виртуальная так вот назначение смысл отдельных компонентов в материальном можно понять только если рассматривать нематериальные вот его компоненты какие-то и вот именно вот этот уровень виртуально вот это вот этот уровень вот это вот как бы но глобального сетевого он дает ну некое понимание смысла всей системы и вот здесь вот с точки зрения компьютер это естественно это интуитивно но нам 21 век интуитивно понятно вот если но в 20 веке я не думаю что это была бы такая хорошая аналогия сколько там служим писать что такое интернет но тем не менее вот если на мы перенесем с точки зрения как будто но различных нетрадиционных направлений то это становится еще менее очевидным то есть многие коллеги кто занимается допустим там не гантропии или информации не очень любят заниматься вот ну вот это глобальная осмысленность вот это вот но считается какая-то философская такая вещь которую можно вполне пропустить но когда приходишь к этой мысли что мы живем вообще в одной экосистеме и мы взаимодействуем друг на другу некая такая ну идея скажем тот целостности за целом и гармонии баланса вот все единство вот тогда вот возникает ну такое понятие что все-таки есть некий глобальный такой уровень и можно разным словом называть им логос у майка система просто и вот ну она и формирует вот такой системный уровень понимания вот этих явлений и он как я сказал не базируется где-то в материальной плоскости он находится где-то уже не материальном вот но где конкретно тот отдельный вопрос и вот вот эти вот три компонента они привели к тому что вы была высказана гипотеза о том что существует некое информационное поле это идея на очень в разных формах было как бы дискутировалась но известно пусть на сфера и в терминологии вернадского и в терминологии русского космизма тут некое такое космическое сознание американских коллег это такая но идея о матрице которая создана вот но супер экстрасенсоры perception такого как бы экстрасенсорная бумаги способность людей людей которые соединены в одну систему это ну это понимание в этом смысле и вот в двадцать первом веке вот это вот информационное поле оно пришло но более или менее к понятию таких естественных сетей естественных квантовых сетей вероятно вообще которые существуют в природе вот и вот именно с точки зрения философии истории бессмертия эта тема важно потому что не биологическое сознание не биологическая форма такого но длительного существования на и мысли царь как раз таки именно в этих естественных квантовых сетях и вот это сама темой составляет ну фактически смысл девятой главы значит глава сама разделена на четыре части вот для чтения как бы чтобы понять и но это во первых если это поле это естественно поле передают взаимодействие то есть это некий вариант дальнодействия и он реализуется за счет дистантной биологической связи исследовать очень долго но и еще сможет понимать как запутанность в макросистемах вот символьное программирование ну понятно если это информационная система там обязательно должны быть какие-то элементы программирования значит мы уже ним говорили но здесь покажем на свои эксперименты и то же самое транскоммуникация то есть это если у нас есть компьютер с ним можно взаимодействовать вот и здесь опять тут уже свои эксперименты и четвертый элемент это вот тот ну скажем но заключительный эксперимент которую немножко подытожил бы работают фактически 10 лет исследований который подытожил бы эти 10 лет и но показал бы некоторое направление на будущее вот в терминологии джобера может сказать что это эксперимент по созданию такой вечной жизни ну в кавычках ну коротко пробежимся по этим темам первая тема это дистантная биологическая связь ей заинтересовались еще начиная с 19 века вот это были и улитки использовались и потом позже это и кролики использовались значит но есть большая презентация на эту тему и чем несколько я очень рекомендую их посмотреть там гораздо больше детали это короткий по сути обзор вот эта тема она проходит через весь двадцатый век мы знаем и эксперименты к женского и книга васильева ну и книга кончика женского тоже вот в конце уже там но 20 века то допустим на те же самые эксперименты акимова вот мы их повторяли вот они хорошо повторяются это вот в москве на расстоянии 266 километров это с растениями жиром и нас они три километра вот на ней действительно хорошо повторились вот репликация от экспериментов бобрового тут ну это вариант бобрового но прибор которого некую такую форму излучения проводит это сенсоры и вот их разносили на разные расстояния вот интересно что с увеличением расстояния и но интенсивность уменьшается ну до какого-то уровня а дальше она остается более менее константно независимо от увеличения расстояния то есть это необычная феноменология вот эти эксперименты же они особо как бы специфика обладает но тем не менее вот они повторяются и вот известные допустим эффект маслоброда забонченные зерна разделил на две части вот одну из них обработал гамма-радиацией вот и он были хромословные нарушения как в облученной части так и вот это вот связано частью она не облучалась вот эти эксперименты мы тоже повторяли ну тоже зернами это зерна перца были они в москве были вот на система в штутгарте но тоже подавали свое такое патогенное излучение здесь и вот семена перца москве они погибли то есть вот вещи которые тоже хорошо реплицируются и вообще в целом бы вот кто будет интересовать эта тематика порекомендовал будут всяческие работы боброва попытаться повторить и маслоброда они у нас вообще очень хорошо повторяли вот ну и в конце концов нужно вот еще раз обратить внимание на вот эти вот эксперименты это фактически измерение скорости электрохимических реакций в тот момент когда оператор но по сути сознанием обращает внимание на одну контейнер фонс а ты с водой и вот когда оператор туман мы фокусировать во внимание интересно что изменяется скорость электрохимических реакция этого хорош юру чин регистрируются вот мы это связываем с тем что происходит спиновая конверсия у не уж и очень маленькая вот и там партнеры парой ортоизомеры они обладают разной электрохимической активностью от карасы что мы наблюдаем здесь изменение скорости химических реакций за счет тут спинного конверсии это одна из гипотез она активно сейчас исследуются но тем не менее вот хоть и механизм общий не совсем понятен частности как именно происходит адресация вот в центральной нервной системе но тем не менее они хорошо так вот проводятся вот это по поводу дистанта биологической связи то есть но можно считать что вообще это очень подтвержденные вещи вот она очень маленькая по амплитуде вот у него там зависит от массы параметров там оператора естественно но тем не менее тут кому как бы вот есть такие эффект такие есть два других это программирование транскоммуникация вот по программированию мы уже говорили значит здесь в чем суть этих экспериментов у нас здесь идея какая была оператор он уже обычно работает на пределе возможности то есть у него нет но возможность скажем сделать только половину своего усилия то есть он либо работает либо не работает и вот как-то сделать его менее интенсивная но он просто так она не работает сам вся эта схема и вот здесь интересная вещь что используя символы можно увеличить вот этот эффект и вот мы это и наблюдались то символы использовались рейки вот значит определенной молитвы значит христианская таком русле мантры вот ну тантрического буддизма и вот интересно что если вот допустим это без оператора это вот как бы влияние оператора а вот это вот оператор плюс но такие символы и вот оказывается что ну почти во всех случаях как бы эффект с символами вот он выше и вот объяснение ну какой либо значит что-то активизирует силы а самого оператора либо оператор использовать нечто во внешней среде то есть но что еще может быть то есть и в другом но и в первом но гипотезе во второй гипотез означает что есть некий механизм который значит что-то улучшает или в операторе или что-то во внешней среде поэтому но мы считаем что как бы символи и техники они работают вот ну естественно здесь огромное количество еще большой пластыки всяких народных там техник которые на это вообще базируются но так вот их можно тестировать вот инструментальная транскоммуникация нам очень напоминает честно говоря вот этот вид экспериментов когда оператор но фактически адресуется к некому объекту значит что-то туда переносит вот и здесь где один из в чем здесь разница в том что стран с коммуникацией мы тестировали именно логическую способность от коммуникационного партнера на той стороне полевую форму жизни или там квантовую форму жизни значит именно логически что-то делать вот ему задавался по сути вот это вот такая матрица с 9 сенсоров было то есть ему задавал здесь определенный как бы паттерна этих сенсоров и от него ожидался другой паттерн от логика первого преобразования паттерна она объяснялась ну вот в этих экспериментов то есть в чем здесь смысл мы давали один паттерн вот и смотрели как бы на отклик именно другого паттерна ожидаемого паттерна вот и вот два момента которые мы обнаружили здесь не ну таки интересно на самом деле во первых но мы считали что транс сторона транс коммуникационная сторона может на посредственно влиять на сенсор но оказалось что без оператора это не работает то есть обязательно нужен оператор но который во первых передаться что-то той стороне но по всей видимости он является и приемниками информации с той стороны то есть без оператора это не работает но у нас пока не получилось вот и вот теперь значит наличие оператора это конечно большой вопрос поскольку это возможно какие-то элементы связаны с подсознанием с архетипами и так далее то есть это вот ну и такого скажем слабо функции это методология второй момент ну с точки зрения передач от данных как бы нам необходимо задать окно синхронизации то есть тот период времени когда мы ожидаем сигнал если он пройдет где-то во время это может просто некая случайность помехи возникли так что они дали нам нужно паттерн д сенсор то всего 9 вот и поэтому мы ожидали вот в этом окне синхронизации вот получилось так что простые сигналы они здесь проходят а вот сложные сигнал они попадали в окно синхронизации они да не возникали они позже возникали и теперь большая такая феноменологическая проблема но считать это успехом или не успехом в общем в общем это сложного вопрос потом еще так получилось что мы получали наш собственный сигнал мы получили когда-то но вне вот этого окна уже после экспериментов здесь снова возникла гипотеза ну может быть транс сторона начала с нами уже играться и подавать нам эти паттерны в общем тут возникло очень много таких но вопросов которые мы не смогли так однозначно ответить вот ну не вдаваясь какую-то очень сильно такую же мистификацию но тем не менее вот такие вещи они есть их можно вполне повторять значит все это описано в главе и вот чтобы подытожить ну скажу так что все-таки наблюдаются информационные явления именно информационного характера который можно интерпретировать как эту глобальную информационную сеть и соответственно если у нас есть ну как бы индиции того что сеть существует то возможно они подтверждают ну гипотеза том что и существует и не биологический тип вот такого сознания вот и соответственно что и сама как будет философия бессмертия она по сути и жизнится на вот это вот но способности скажут квантовых сетей поддерживать сознание там переносить куда-то осознанную но и так далее то есть сама тема научный интерес она очень экспериментально вот здесь не обязательно там мистифицировать там очень много ну единство что нужно вот и жру перейти немножко на уровень от ну некой глобальности вот именно глобальность нематериального чтобы понять вот взаимосвязи но единство вот вот и все это значит новую систему значит еще расскажу что осталось у нас десятая глава это чисто научно современная такая но состояние дел и заключение ну и плюс еще будет но отдельная презентация она вот следующий как раз таки будет по вот этому эксперименту но коллеги приятного чтения тогда увидимся в следующей главе